Давайте дадим слово гостям студии. Вот опять я вижу очень много рук. По поводу давления на бизнес, простите, я продолжу. Вот в нашей студии есть человек, который на себе ощутил как раз вот то самое давление. Несколько месяцев он провел в СИЗО, потом он был оправдан. Александр Хуруджи, разрешите представить. Сейчас он еще общественный полномочный по защите прав предпринимателей, которые находятся под стражей. Александр, ваш вопрос, президент. Микрофон нет, да. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я, во-первых, хочу поблагодарить, что тогда поддержали меня. Ну и второй момент очень важный. Сегодня увеличивается количество людей, которые попадают в СИЗО. К сожалению, мы сделали шаг вперед в бизнес-климате, в создании. Очень много сделано вперед, действительно. Но есть шаг назад, и очень большой это по уголовному преследованию. Выбирается по-прежнему мера пресечения в виде ареста, в том числе домашнего. И, соответственно, собственник лишается возможности управлять бизнесом, теряет бизнес, и предприятия в большинстве в своем случае становятся банкротами. Люди теряют работу. У нас есть конкретное предложение, и вы к нему, я знаю, после доклада Китова вам отнеслись положительно. Это речь идет об изменении подхода по залогам. По тому, чтобы именно под залог сейчас как меру пресечения использовали чаще, чем аресты. И это позволит сократить такие вот случаи заказов взаимных конкурентов и партнерами. И, соответственно, не как сейчас будет 12 случаев, кстати, ни один человек не убежал. Но и правильная методика определения, какой залог за человека должен вноситься, и мировая практика такая существует, обычно считают по его материальному положению. Потому что у нас обычно с потолка берется тот выменяемый ущерб, который в 80% случаев слетает на более маленькую сумму в результате судов. Поэтому у меня огромная просьба, как человек, который каждый день сталкивается с большим количеством обращений от предпринимателей со всей страны, обратить на это внимание и дать шанс именно под залог выходить, пока никто из нас, из тех, кто выходил, не убегал. Так и хочется сказать, от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают, вы знаете. И отсиживаются где-то за бугром, а наши так называемые партнеры не спешат даже при абсолютно очевидных вещах, связанных с уголовными правонарушениями или даже просто гражданскими, не спешат никого выдавать. Но это отдельная тема, хотя бывает, что и выдают. Но вы правы в чём? В том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Здесь я с вами полностью согласен. Вы наверняка слышали, что я говорил в своём послании этого года. Я именно это же и говорил. Значит, можно ли увеличить в качестве меры пресечения, использовать в качестве меры пресечения и более широко это использовать как залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Всё это нужно шире использовать, я согласен. Но полностью исключить арест, я понимаю так, что вы не ставите такой вопрос, полностью исключить тоже нельзя. Потому что если богатый человек будет бесконечно откупаться, то нам рядовые граждане, которые слушают, там миллионы людей сейчас слушают, скажут, ничего, значит, если он богатый, ему всё можно, откупился, деньги отдал и ушёл от ответственности, этого тоже нельзя допустить. Но во всём должна быть мера. И такой способ, как обеспечение деятельности правосудия, как залог, конечно, должен шире использоваться, я не сомневаюсь. Одна из самых главных проблем сегодня – это бесконечное содержание подстражи. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали предложение. Там по-разному, по срокам, но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу по срокам и прошу, чтобы до конца года, хотя бы до конца ноября, до начала декабря, вот эти структуры, Генпрокуратура и Верховный суд сделали свои предложения. Владимир Владимирович, вот ещё есть просьба от предпринимателей разобраться с применением 210-й статьи Уголовного кодекса об организации преступного сообщества, потому что статья активно используется. Да, согласен полностью. Здесь у меня даже комментариев нет, только слова о том, что я с этим согласен, и вот с этим нужно точно, совершенно на экспертном уровне поработать. Правое управление должно и администрация президента этим заняться, в Думе должны подумать об этом, потому что на сегодняшний день юридическая техника такова, а юридическая техника – это просто изложение сути проблемы, описанное в законе, такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон.